Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги «Бытия» в переводе российского библейского общества читают для библейского портала «Экзегет». Ну вот у нас умер Ной в предыдущей главе, и начинается новое человечество. Что с ним будет дальше? Про первое человечество почти ничего не сказано, о котором даны некоторые имена, но и некоторые изобретения. Оно сразу испортилось, оно сразу оказалось каким-то не таким, да и что удивительное, если оно начинает свою жизнь с убийства, как и он убивает брата Авеля. И здесь вот в конце предыдущей главы было сказано, что новому человечеству дан такой аванс. Бог отказывается губить все человечество в водах потопа, как бы оно себя не вело. И мы, наверное, догадываемся, что вести оно себя от этого безупречно не станет. Но что интересно, Десятая глава начинает с подробного перечисления разных людей, племен и народов. Зачем нам это нужно? Вы знаете, а вот есть одна очень простая мысль, которую мы находим из древних текстов только в Библии. Все человечество — это одна семья. Вот обычная мифология древних людей. И мы — это настоящие люди. Например, чукчи себя называют словом, которое очень трудно выговорить. Не чукчи, тлуораветтлан, как-то так оно звучит. И оно означает «настоящие люди». Ну, то есть мы — настоящие люди. По-русски мы говорим, мы славяне, у нас слова есть. А это немцы, они немые. То есть полноценный человек — это такой человек, как мы. Из нашего народа наш ближний, наш сородич. А все остальные — это непонятно что. Только Библия говорит, слушайте, мы все одна семья. У нас у всех есть общие предки. Вот рассказ про потомство Ноевых сыновей Сима, Хамма и Яфета. После потома у Сима, Хамма и Яфета родились дети. Сыновья Яфета — Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Меших и Терас. То есть очень часто эти имена для нас ничего не значат. Для древних людей некоторые имена тоже ничего не значили. Сыновья Гомера — Ашкина, Зрифат, Этогарма, сыновья Явана, Ириша и Таршиш, а также Китеи — Родане. Они заселили приморские страны. Обратим внимание, здесь имена некоторые личные люди, а иногда целый народ называется Китеи и Родане. Это вот какие-то приморские люди. И, ну, судя по всему, это жители ближайших островов, которые были знакомы. Ну, это Кипр, например, и Родане, вероятно, с островом Родос связаны, вот, обитатели восточно-средиземноморских островов. Сыновья Хама — Куш, Митсраим, Пут и Ханаан. А вот здесь уже древние евреи, по крайней мере, сразу узнавали Митсраим. Это Египет, Куш — это Эфиопия, Судан, то есть к югу от Египта. Ханаан — это, соответственно, страна, в которой, собственно, они потом и остановились. Сыновья Куша — Сыва, Хавила, Савта, Рама и Савтыха. Сыновья Рамы — Сава и Дедан. Ну, тоже некоторые из них обозначают разные области на юге. У Куша был сын Немрод, первый богатырь на свете и могучий охотник пред Господом. Отсюда и поговорка, словно Немрод — могучий охотник пред Господом. С первого царства составляли Вавилон, Рук и Аккад. Все они в стране Шинар. Шинар или Шумер, как мы более привычно говорим, это междуречие. Вот Вавилон, Рука и Аккад — это действительно все там. Можно задаться интересным вопросом. Так, сыновья Хама Куш, у Куша был сын Немрод. То есть Немрод — это правнук Ноя. Всего лишь правнук, да? Не так далеко он ушел. И у него уже свое царство. А откуда подданные его взялись? Из этой страны он ушел в Ассилию, где построил Ненавию, Рахавотыра, Калах, а также Рессен, что между Ненавией и Калахом. Это главный город. Это, кстати, столица будущего ассирийского царства. Ну, там столицу перемещали, как у нас там Москва, Петербург или Ленинград. Тоже странно. Смотрите, людей еще должно быть совсем-совсем мало. Зачем ему несколько царств и несколько столиц? Возникает такое ощущение, что все-таки Ноев Пато был не всеобщим. Что есть еще какое-то человечество, которое живет параллельно. Ну, в тексте этого нет. Да, вот просто мне кажется, что даже вот сам текст, он показывает, что эти предания, которые в него вошли, по-разному это видели. И мы обращали внимание на такие вещи раньше. От Митраема произошли Лидийцы, Анамии, Лиховы, Навтухи, Патрусея, Кослухея и Кавторяне. От них филистимляне. Кавторяне — это жители Кавтора, то есть Кипра. Филистимляне — народ моря, который потом переселился. Кстати, вот интересно, что Моисей не знал филистимлян. Вот мы говорим, кто написал бытие, и часто можно услышать, что это первая книга Моисеева. Но филистимляне переселились в Ханаан после того, как туда, ну, после смерти Моисеева, в общем-то, и после того, как туда уже вошли израильтяне. Значит, этот текст, по крайней мере, подвергался какой-то редакторской правке. Он не был составлен Моисеем от начала до конца в том виде, в котором мы его знаем. От Ханаана произошли Сидон, это его первенец, ну, знаменитый город Финики. Ихета, также Ивусея, Амария, Гиргошея, Хивея, Аркея, Синея, Арвадия, Цамария и Хаматея. Имеется в виду народы, которые населяли Ханаан до израильтян. Позже хананийские племена широко расселились от Сидона. Их владения протянулись в сторону Герара до Газы, а в сторону Содома, Гаморры, Адма и Циваима до Лаши. Ну, здесь более-менее очерчена территория Ханаана, которая потом будет завоевана израильтянами. Таковы потомки Хама, их языки, земли, роды и племена. Напомню, что Хам проклят в предыдущей главе, даже не он, а Ханаан, его сын. Там Ной немножко так нелогично себя ведет. Но, можно сказать, он пьяный был, проспался, но еще не совсем. И так с похмелья проклял вместо Хама по ошибке Ханаана, его сына. А с другой стороны, это, в общем, вполне ясно нам указывает, что проклятых Хананей, потомки Ханаана, те, которых израильтяне сгонят, а в значительном количестве просто уничтожат на Ханаанской земле. Были дети у Сима. Откуда, кстати, слово «семиты»? Да, потомки Сима. Он предок всех сынов Эверовых, старший брат Яфета. А Эвер – слово того же корня, что и слово «еврей», «еври» на древнееврейском. И, соответственно, сыны Эверовы – это, в общем-то, евреи и те, кто вокруг них. Хотя, казалось бы, до евреев еще очень далеко. Сыновей Сима – Лама, Шур, Арпахша, Длуды, Арам. Здесь названы многие страны и народы, которые были населены семитскими племенами. Сыновей Арама, Арамеи отсюда, да? Уц, Хул, Геттер и Маш. У Арпахшада был сын Шелых, у Шелыха сын Эвер. Вот он, Эвер. У Эвера родилось двое сыновей. Одного назвали Пелок, потому что как раз в его время земля была поделена, а другого – Йоктан. А Пелок – глагол «делить», «полаг» на древнееврейском – это созвучно. Кто поделил землю, как там, может быть, делили между этими народами? У Йоктана были сыновья. «Алмудат, Шелев, Хасармавет, Ярах, Хадураму, Залдиклау, Вал, Авимаэл, Савау, Фирхавила и Йовав». Все это сыны Йоктановы. Их земли пристраиваются от Миши на восток до Сефарских гор. Ну вот, соответственно, у каждого, ну даже не одного народа, а у группы народов есть как бы своя территория, где они живут. И это, соответственно, окрестные для израильтян народы. Таковы потомки Симы, их языки, земли, роды и племена. Таковы семейства сыновей Ноя, их родословие и происшедшие от них народы. Все народы земли произошли от них после потопа. А где китайцы, индусы, американские индейцы, австралийские аборигены? Нету их. Можно сказать, ну просто здесь не все названы. Можно, и в свое время, кстати, ну вот христианские, европейские ученые очень смущались, не находя вот огромные народы, там китайцы, да, древняя культура, огромный народ, большая страна, империя целая, как она сюда вписывается. Или находили кого-то, кто может быть, а, там где-то вот что-то такое похожее на Цин, Син, может быть, мы найдем. Не нужно этого делать. Здесь описаны те народы, с которыми израильтяне были знакомы. Хотя бы по наслышке Торшиш, например, это какой-то далекий город на побережье Средиземного моря, далеко на запад, там, ну по-разному его определяют. Где-то, наверное, в районе Испании финикийская колония какая-то, да? Да, может быть, Карфаген даже некоторые говорят, что это вот в тех примерных местах. Ну, точно неизвестно. И смотрите, вот книгу Бытия не надо рассматривать как учебник по всем наукам. Мы говорили о космологии в связи с сотворением мира. Здесь не надо ее рассматривать как учебник по антропогенезу, по, там, сравнительному изучению народов, антропологии, всему прочему. Это объяснение, кто мы такие, мы израильтяне. Он написан для израильтян, этот фекст. Да, потом мы все остальные его приняли, но изначально он писался для израильтян. И израильтяне, вы считаете себя избранным народом. Не забывайте, пожалуйста, что все остальные люди ваши родственники. Вот это, собственно, главный урок от 10 главы. А 11 глава нам подскажет, что Библия это еще и не учебник по лингвистике. Библия это еще и не учебник по лингвистике.